Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий, Андрей Печерин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третий том собрания трудов известного церковного ученого-патролога, профессора Московской Духовной Академии Алексея Ивановича Сидорова, которое выходит в свет в издательстве «Сибирская благозводница» под общим названием «Святоотеческое наследие и церковные древности». Третий том называется «Александрия и антиохия» в истории церковной письменности и богословия. В него включены работы, написанные в течение 17 лет, с 1996 по 2012 год. Некоторые из них публикуются впервые. Подробнее об этом томе далее в нашей программе. Предлагаемый вашему вниманию том состоит из пролога и двух частей. В прологе под названием «Основные этапы доникейского богословия» дается короткий обзор церковной письменности и богословия II-III веков как на Востоке, так и на Западе. В первой части данной книги история Александрийской школы христианского богословия на примере жизни и трудов Пантена, Климента Александрийского, святого Дионисия Великого, святителя Афанасия Великого и Кирилла Александрийского. Вторая часть посвящена антиохийской традиции церковной письменности. Автор в частности обращается к произведениям святого Лукиана и святителей Встафия антиохийских, святого Деодора Тарского и блаженного Феодорита Кирского. Как отмечает автор, в заглавии данного тома он не стал использовать общепринятые понятия Александрийской и антиохийской школы, ибо это, по его мнению, не совсем корректно. Термин «школа» имеет два основных смысла. Школа как некое образовательное учреждение и школа как мировоззренческое или более узко богословское течение. В первом смысле мы можем в какой-то степени говорить только об Александрийской школе с её преемственностью учителей, дедоскалов, конца II-го, конца IV веков, поскольку в антиохии среди христианских богословов, собственно, дедоскалом, был один только святитель Лукиан. Ещё более сложно определить эти школы как богословские направления. Ведь достаточно много замечательных деятелей в церковной сфере находились вне диапазона влияния Антиохии и Александрии, например, святитель Кирилл Иерусалимский, святитель Прокл Константинопольский, преподобные Сидор Пелусиот и другие. По мнению автора, весьма спорным является утверждение, что мы можем воспринимать Александрийское и Антиохийское богословия как некие цельные и внутренне единые течения. В частности, классическая Александрийская школа, как показано в прологе книги, такой цельностью не обладала. Если же мы обратимся к не Александрийской школе в лице святителя Афанасия, святителя Кирилла, то увидим, что между собой они, несомненно, связаны единой духовной традицией, но их связь со староалександрийцами, особенно Оригеном, очень и очень сомнительна. Что же касается Антиохии, то здесь, конечно, можно наблюдать определенную преемственность, например, между святителями Встафием и Блаженным Феодоритом, но и она достаточно условна. Великая же личность святителя Иоанна Златоуста по своим богословским интуициям вообще стоит особняком среди прочих антиохийцев. Таким образом, говорить об Александрийской и Антиохийской школах в строгом смысле автору представляется абсолютно некорректным и весьма поверхностным. Это он отмечает в предисловии книги. Далее, в прологе, Алексей Иванович рассматривает основные этапы развития доникейского богословия. «Становление древнецерковного богословия, — пишет он, — является одним из важнейших и уникальнейших явлений не только в истории православия, но и в истории мировой культуры и всего человечества. Благая весть, зародившаяся в отдаленном уголке Римской империи, быстро охватила другие области ее и породила многообразные и красивейшие цветы христианской словесности и мысли. И если обратиться к основным этапам развития церковной письменности и богословия в период от конца I до начала IV века, то, оставляя в стороне эпоху Нового Завета как предмет особого рассмотрения, можно выделить четыре главные группы церковных писателей и мыслителей. Первая — мужи апостольские, вторая — греческие апологеты II века, третья — представители Александрийской школы и четвертая — западные христианские писатели. Каждая из этих групп обладает специфическими чертами, о которых говорит и пишет далее автор. Также в прологе Алексей Иванович констатирует серьезный пересмотр своей точки зрения на личность и наследие Оригена, произошедшие за последние годы. В частности, ученый-патролог пишет, «Хотелось бы остановиться на одном существенном моменте. Даже при самом беглом взгляде на содержание данного тома бросается в глаза отсутствие в нем раздела, посвященного Оригену». Это объясняется достаточно просто. В прошлом я вполне искренне увлекся этим Александрийским мыслителем, считая, что он осужден не совсем правильно. Чтобы разобраться в этом вопросе и исправить историческую несправедливость, я решил серьезно заняться исследованием сочинений Оригена и потратил на это более десяти лет. И когда я уже завершал второй том курса патрологии, написав практически целую книгу об Оригене, мне стало ясно, что я нахожусь на ложном пути. Никакой несправедливости, естественно, не было, поскольку Александрийский дедоскал действительно являлся эритиком. Хотя подобный вывод для автора был мучителен, как ученому, всегда стремящемуся к истине, необходимо было встать на правильный путь и отречься от своих заблуждений. Этот путь он и постарался обозначить в прологе к данному тому, где Ересе Оригена посвящено значительное место. Включать же в него свои старые работы, где видение его личности и миросозерцание является глубоко неверным, Алексей Иванович, само собой, разумеется, не стал. Вне всякого сомнения, отмечает автор, можно по-разному относиться к личности и творчеству Оригена. Можно уважать строгость и целеустремлённость его жизни, хладнокровие и мужество в опасностях, вплоть до желания мученичества за Христа. Можно уважать его великие труды в изучении и толковании священного писания, необычайное трудолюбие и плодовитость, успешную апологетическую и катехизическую деятельность, но всё-таки стоит помнить и строгий суд церкви по отношению к нему. Мне, пишет автор, наверное, как никому другому весьма жаль Оригена, но я понимаю справедливость такого строгого суда, поскольку ряд его частных богословских мнений, особенно учения об апокатастасисе, являются не только тонкой духовной прелестью, но и одними из самых пагубных заблуждений потрясающих основы православия. Поэтому я исключил свои старые работы из данного тома, помня никогда неприходящую истину. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Судьба Александрийской же школы, после того, как её покинул Ориген, неясна во многих деталях, хотя основные черты её развития доступны обозрению. Святые Отцы Церкви, по словам Алексея Ивановича Сидорова, всегда служили для него, как и для всех православных христиан, высшим и недосягаемым образцом богомыслия. Ибо вся их жизнь и всё их миросозерцание пронизано смиренно мудрее. Изучение их творений и постижение их духовного опыта стало смыслом научного бытия автора, которое, естественно, немыслимо без жизни в Церкви. «Хотелось бы надеяться, — пишет автор, — что собранные в одном томе статьи и предисловия, относящиеся к двум ярким явлениям в истории письменности и богословия Церкви, Александрийской и Антиохийской традициям, послужат в пользу преподавателям и студентам в учебном процессе, в духовных учебных заведениях, а также и всем прочим любителям святоотеческой письменности и церковной истории». Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok